Всем привет! Сегодня я приехал на встречу с известным украинским видеоблогером Самвелом. Мне прикручать будет очень интересно и весело. Итак, друзья, я приехал. Самвел и купил вот такие вот цветы, розы, ярко-красного цвета. Получился скромный букетик, чисто символический, потому что я не знаю, что ему дарить. Вот. Надеюсь, ему понравится букетик. Буду ждать остальных. Время назначено 12 часов дня. Возле станции метро Чистые пруды. А потом все идем куда-то, куда не знаю, куда поведут. Вот. Как-то так. На улице так похолодало. С минус 3 градуса. Хорошо, что я утеплился. Я одел зимнюю куртку, свитер теплый одел, водолазку. Вчера еще было тепло. Плюс 5, что ли, вчера было. А я вот жду людей. Подписчиков Самвел и жду. Зайду сейчас в метро. Меня не видно. Вот так вот видно. И буду греться. Ну что, до связи. Друзья, у нас уже немножко собралось так. Вот сейчас я вам покажу. Можно вас показать? Конечно, конечно. Сейчас. Вот. Такая вот небольшая компания собралась уже. Ждем Самвелла. Ждем главного героя. У нас все больше и больше, друзья. Все больше и больше. Все собираемся. Ждем Самвелла. Друзья, вот подарок Самвеллу. Шарф. Такой вот акрил, я так понимаю. Да, из Остина. Постин. Тут 15% шерсти и 85% акрил. Но он очень мягкий. Если будет ехать, дороги можно опоясаться, чтобы почки не болели. Наши дорогие собрали. Правильно, правильно, да. Круто. Ему понравится. Он любит эти шарфы и все. Думаю, что без движения лежит. Думаю, что без движения лежит. А то как это так? Мы ему сказали, что весна-весна, а он замерз. Ну да. Так что, подарок один готов. Всем добрый день. Всем привет. 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 Рад тебя видеть. Спасибо большое. Ну что, нам надо на гости или на гости? Ну, скажи, я не знаю как это все. Там очень много народу стоит. Очень много. Ну, там человек десять есть. Надо идти сюда. Они... А там телефоны не сонят. Нет, мы чего-то не взяли. Может, махать им будем? Да-да-да. Иди сюда! Ну, там температура places啊! Метро стоит просто. В метро? Да. За дверьми. Может быть, мы будем двигаться в ту сторону? Давай сюда. Это сессия, друзья? Ага. Давайте, пожалуйста, сессию. Ага, нет, мама. Мама просила, я перейду на сессию. Супер, спасибо. Супер, пожалуйста, тоже. Супер. Супер, так, я и делибаю. Надо идти в сусор. Да, сейчас. Да. Фотографируется. Давай. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Вот так. Вау. Это вторая половина, друзья. Там вот осталась первая, это вторая половина. Людей, которые спустили. Вот сам был. Круто. Закрутили, закрутили. Супер повторяет. А куда смотреть-то? А когда смотреть-то, скажи? Да, зеркал. Брежа. Продолжаем. Продолжать до сессии. Люди приходят и приходят. Это было фильм, да? Ну да, да. Какой прикольный. Она хотела сыграть, там такая женщина. Она говорит, я кто бачу родную хату. Сюда, седай. Она ей говорит, я кто бачу родную хату. Она хотела, как на памятник. Я кто бачу родную хату. Сюда, седай. Ну как вам ответ? Мне нравится. Сказать честно... Нет, не страшно. Стойте вот туда, люди ждут. А? Надо вот туда, там люди ждут. Где? Возле метро, там еще целостая людей. А договаривались же просто здесь. А просто как-то так получилось. А, да? Да. Надо вот туда, там все... А все сюда подходят. Потому что планируют его повезти на вот чайное вот это вот. Да, да, да. Туда вот. По-любому надо туда идти. А там нет никого, посмотрите. Там все встали? Где? Они все в метро. Прям в метро? Ну, в смысле, в этом тамбуре. Странно. Креется, холодно. А позвоните бы седу. Что-то мы не сообразили с телефоном. Да. У-э-э. У-э-э. В,э-э-э. Мы. Угу-э. У-э-э. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Друзья, как круто! У меня зубы желтые! У меня тоже! Добавил DimaTorzok 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 Он что-то там делает свое, или что-то приготовит. Я снимаю, снимаю, бывает такое, что ты снимаешь одно видео, которое это в 2 минуты, может полтора часа следует. Потому что что-то случилось, кто-то пришел. Ну просто это вырезаешь, склеиваешь. И вот я там что-то, яйцо ты там показывал, по-моему, шиколадное, положил его на это. Я же сам все сразу заперзаю в камеру. А он что-то вышел, что-то тарахтил для этого, что-то делал. Я говорю, все? Он говорит, да. Ну типа, что, все? То есть, да. А люди, о, один, один в полотенце. Как у меня под полотенцем трусы. Я покупался, вышел с душем, у меня проблемы с телефоном. Я, естественно, я в трусах не буду лазить. Ну у меня такой, чуть-чуть не спалил телефон, короче. Программу. Удалил видео перед тем, как в Москву ехать. Удалил видео, так жалко, такое хорошее, прикольное видео. И я начал программы там скачивать такие, которые могут как-бы, потому что там нету карты памяти и батарейка не выйдет. То есть такой телефон. Луна. Луна Ту. Луна Ту, да? А что он поет? Не подпоет. А давайте, может, на украинское шуток. А давай украинское. А давай украинское. Сейчас, давай я не для тебя, если это такая классная. А ты знаешь, что? Ну тогда отставай, да там. Ну-ка. Луна Ту. Луна Ту. Придет весна, не для тебя дом разольется, и сердце девичье забьется. С восторгом чувств не для тебя, не для тебя цветут сады. В долине роща расцветает. Там соловей весну встречает. Он будет спеть не для тебя. Сейчас такая помидор. Не для тебя журчат ручи, текут алмазными струями, и дева черными бровя. А, что, что, что? Вот после слов, что ты бегаешь, что музыкарист, помогаешь. Струями? А у вас, ими, вот те, не с хамами. Ну, короче, это накопили. Давай другую. Давай не сигалим в ходе. А у нас ходят, кто сейчас? Скажите, какие-то вещи. Давай украинскую не сигалим в ходе. Да, может другую, какая красивая есть. Какая? Давай, ты цвететерену, ты цвететерен. Чтобы мы поспели. Цвететерен, цвететерен, Боите, кто знает. А цветопадает, Кто с любовью не знаетя, Кто, который я не знает, Кто с любовью не знаетя, А я молодая девчонка, 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 вечеринки не доила, нички не достала, вечеринки не доила, нички не доила. Не спала, можно что-то русское спеть, мне нравится эта Москва-река песня, вообще такая, не знаю, вы скажите, какую песню с тобой пели, шли вдоль дороги, я говорил, ну там вот шли, когда на мост, мне были девчонки, а позавчера, вчера, в небо спалила, какую песню я пела, а потом мы украинцы пели, до этого, Москва-река мы пели, Москва-река, да. Трубой давай. Это мы на мосту споем. Ты очень красиво поешь, что обуза. Да, обуза. Вот, господи, боже мой, нас точно не посадят. Ари из оперы какой-нибудь. Нет? Это тяжело очень, это надо высыпаться, питаться форму. Что там уже? Музыка 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 Айде красу несе, а ти краси радие все. На этой двери Хаимфу и снова. Сам 2 пою. Субтитры подогнал «Симон» 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 Друзья, вот эта света закончилась, Истамбел меня догонит. Теперь мы отправляемся к антикафе. А вы, так вы не прощаетесь, вы сейчас не финансово. Привет! Она в столбах, мы по-вашему. А где мои подарки? Ой, извините, извините. Это мужья, сли дядя там, да? Да, да, да. Чекерас поцеловалась, дома дать потрату, да? Понятно. Вот это лукой украины. Да, да. Чтобы все знали. Так, пошли сейчас. Нам туда, в ту сторону. Да, да, в метро, пошли. Да, да, спорит вам Машу. В метро. И на нацевой погонах. Да, я не знаю, короче, с тобой генеральный танк запарикодировал. Да, я не знаю, короче, с тобой генеральный танк запарикодировал. А там тюрочки. Тюрочки, пашки. Тюрочки, пашки. Оооо... КВШ-талпадрис, день премьер. Сидимон, греца, мачий кафе. Сидимон, греца, мачий кафе. Да, да, да. Во-первых... И ты в этом сказал... Я не могу... Я не могу. Я не могу. Я могу, я не могу. Я не могу. Я могу. Я могу, я могу. Вы спросите, кто не звонит или выучит, что вы не сможете записать? Хорошо. 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 Я не понимаю, где наши, где наши. Сюда, сюда. Денис, потом скинешь мне видео, да? Ой, спасибо. Это шарф на фруктинике. Вот это мясницкая из поганили, вот это был главпочтар. Вот такое красивое, но было зеленоватого цвета. Вот это оно, че не? Нет, это не оно. Как это? Вот это главпочтар. Это мясницкая доля 12. Что-то изменилось? Многое изменилось? Вот изменилось. Ну, в принципе, ничего. А ты очищен? Почище? Почище. Я не... Я не рада служить. Да, ты знаешь, я честно, я вообще из Украины. Не езжай. Я не хотела, ты знаешь, не езжай. Да. Такое, ты знаешь, сейчас пешачку сделаю. Вот где-то. А я тут приеду сюда? Если приеду, да. Да. Так, чтобы мне действительно уже причувствоваться, и крафтам. Поэтому просто так в гости мне нравится приезжать. Ну, хочу поехать. Ну, вообще люблю. Надо коллективное фото сделать. Это ровно. Ну, да. У меня знаешь, что такое проблема? Когда я сажусь в машину. Да. Да. Вот это у меня... Я раньше приехал. Это у меня... Вот, как-то. Знаешь? Ну, все лучше все. Понимаешь? Это как-то видишь интервью. А то, знаешь, ну... Это ж не просто уже гибкий. Ты уже привыкешь. Знаешь? А это на что? Едешь еще к главбокарам. Понимаешь? Это... Ну, это просто, знаете, такое есть. Там любой маршрут. Там маршрут выбираешь? Да. Да. Ой, друзья. Больше я не могу сзади уйти. Ой, боже. Мы идем, в общем, кушать. Как я уже говорил, все замерзли. Все хотят кушать и греться. Вау, как красиво. Друзья, пришли в кафе. Сейчас будем ходить. Вот наш сам был здесь. Ты понимаешь? Нет. Ну, сейчас я всегда отвечаю. Я всегда отвечаю. И всегда отвечаю. И, знаешь, если пишут, дай привет. Там, как дела? Это уже не серьезно, что тебе надо поддерживать. Я всегда отвечаю. Вам, наверное, маленькая опыта. Если нас не пустят, надо сказать, что скажем потом фанатам. Пожалуйста. И будет погано. Они рисуют. Девушка отдыхает красиво там. Такое красивое помещение здесь. Иран находится. Так, где сам был? Вот сам был. Там все хочу кафе. Да, я не знаю. Здесь вроде на штате есть. Да я ехала. Да я ехала. Я ехала. Да я ехала. Несу девушку. А куда можно? Куда сесть, Сабел? Не-не-не-не. Пошли к окошку, Сабел. Давайте вот сюда. Сабел, пойдемте на столик. Сабел, давайте. Давайте на меня суши. И будете ездить. Я родину с тебя люблю. Да. Смотрите. Вот. Что-то на окно. Да, да. Да. Я вот сюда. Что-то на окно. Дай. Сможе. Вот давайте. Ну я так, как-то я стою. Так. Так, друзья. Вошли мы в кафе. Очень много народу. Тут очень хорошо, здорово. Вот там было... Что-то дарят уже. Сладости какие-то. В округе. Так раздайте. Болтать. Не забыли. Будем болтать. Не забыли. Болтать! Так проходит третья, теперь не могу сочетать нас, проблемка такая важна. А кто-нибудь узнаете насчет оплаты, чтобы все были... Три человека в час. Кока? Двадцать шесть часов тебе хватит? Двадцать шесть часов. Сам Вэл нашли место. Сидит на стульчике. Не смотрят на меня, зараза. Вот столько много народу. А вы что знаете, смотрите? Вам надо тоже... Вот Пуфик, смотрите. Вот это Пуфик. Вот это Пуфик. Тут кто-то сидел, но садитесь уже. А, вот пришла хозяйка Пуфика. Это моя сука, вот Пуфик. Там был, садись, не суетись. Мы же нет. Там нет. Нет, там нет. Нет, нет. Стою вы, у нас. Впереди кончики. Впереди кончики есть. Впереди кончики есть. Я не буду... Радик сейчас. Вкусно, нарусно. Санвел замолчал и тишина. Давай сюда коротко, Санвел. Мы стесняемся, расскажите. Да вы же не знаете про меня. Каким образом? Нет, там можно что угодно, но я не донесла. Да мы тебе перегородили путь. Норишка, дай мне одну вкусняшку. Пожалуйста, чесные. Спасибо. Угощаюсь. Ммм, вкусно. Ммм, вкусно. Ммм, очень сладко. Мама часто ездила в Москву. Наверное раз в месяц точно налетала. На самолете привозила. Помню такие зайцы шоколадные. Такой разноцветной колье. Вот этот шоколад самый хороший, который в формочках кого-то делает. Потому что обычно шоколад не будет божать. А это Николай, он сам открыт? Он сам с Ивана Франковского, по-моему, он живет в Риме, работает поваром. Он уже много лет, по-моему. Он там высылает разные видео на резку. Он фанат готов. Ты говоришь, я тебе вышел, смотри, как правильно нарезку делает. Потом показывает, как правильно делать такие видео. А он учился там или в Украине? На повара, не знаю. По-моему, прав. Самое главное, лимоны спрятал в половине. Да, да, да. Наш человек послал лимон. А они настоящие, как с деревом. Он говорит, с дерева пособирал сам. Что такое? Конечно. А гипсина. Все, все. Раз уже 26. Так что такое? Ставим рекорд. Рассказывай, что ты сами. Давай анекдоты рассказывай. А ты мне расскажи анекдот. Рассказываешь, делай. Расскажи анекдот. Что я буду рассказывать? Еще больше. Расскажи смешную историю жизни. Ты когда видишь этот комментарий, ты думаешь, ого. И что мне делать? Бывает такое, что, знаете, настроение такое, ну как сказать? Ну, не сильно там что-то серьезное, что ты рассказываешь. Не так, что должен включить камеру и сидеть смеяться, там что-то, ну, дурака хочет. Поэтому бывает что-то серьезное хочется поговорить, а люди, ой, что ты такой злой. Только ты начинаешь что-то серьезно сказать, а что ты злой, что ты злой. Я когда читаю, что ты злой, мне вообще глаза и кровь ее наливают. Я желаю, чтоб не мать ухал. Потому что я могу изучать и хорошо уже. Ну, я, конечно, умею контролировать. И, кстати, вот к матам я отношусь нормально. Просто, как бы, я считаю, что я могу выразить и без мата свои мысли. Если, конечно, не мог бы, я бы хорошо сказал. Ну, ладно. Мне вчера бы тебе анекдот хороший рассказал. Давай, давай. Смотри. Поймала, значит, кошка, поймала мышку. Жить хочешь. Говорит, а с кем? Не, он такую простюнку даже есть не хочется. Смотри. Мне так понравилось. Вам надо микрофон? Да нет, я... Вам уже сесть надо где-то? Ничего. Вот туда. Вот сюда, сюда. На кошку, а там можно поработать. Много народа в Москве, да? Много, конечно. Много, конечно. А я вообще помню... Ты думаешь, это мегакультика, вот такой большой. Да, да, да. Я помню вообще... Там, где Ромка с другом? Они обещали прийти, мы ждем. Да, то он не пошел. А может, телефон надо взять? Он говорил, что если что, скажи, мы можем прийдем. Пускай приходят. А вот сюда. Был один там из них. Мы не общаемся. Потому что там была ситуация неприятная, когда у Зайкина учились. Там как бы все были заодно, а он ходил и раскалывал. То есть мы не общаемся. А второй друг, это Андрей. Ну, он сейчас, я не буду говорить фамилию, он там занялся на колдовском. Что-то такое. Ну, человек очень плохой был тогда. Сейчас я не знаю, уже 12 лет не знаю. И как бы тоже встречаться с человеком, не поймешь, что ожидать. А какой театр назывался? Этот театр назывался «Вас». У нас приходится очень часто, клиент взял там работа. Какой-то много неадекватный. Ему тяжело. Очень, очень. Театр такой мрачный. Внутри иконы. Что-то все такое жутко было. Там такое было что-то. У меня сегодня душило, кстати, рассказываю. Да, вот это сегодня спал у Ромкиш там в комнате. Ну, у него 3-комнатная квартира. Вот его комната. Потом зал и спальня. Вот в зале родители. Я в спальне родители. Они сами зал кричали. И, значит, ты лег и лежу вроде. До 4-х утра или до 24-го монтировал. У меня вот сейчас два видео уже добавлено, но скрытые. То есть я их потом открою. Потому что на телефон... У меня телефон снимает там программа, которая монтирует в телефоне. Она допускает 30 кадров в секунду. Я нечаянно переключил видеокамеру на 60 кадров. И потом, когда начал монтировать, мне предлагают перевести в 30. И это то есть у тебя хранится оригинал видео. Потом переформатированное вот этот в 30. А потом еще ты монтируешь, оно должно соединиться, сохраниться. И я вчера смотрю, у меня уже все 64 играет, играет и занято. Я даваю эту ночь. Мне все надо отмонтирить, потому что места просто не будет. Кто вам просил? Давайте, наверное, я... Давайте, наверное, приятного, чтобы фиксированный самбрал. Давайте, наверное, нам и читал, кстати, без помощи. Да. Простите. Я хочу. А зачем нам? Самбел. Чай с сахаром? А ну как. С сахаром. Нет. Теперь. Я не хочу. Нет. 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 Вот так видно все. Я не слышала замечательно. Нет. А что нам проходит? Да. 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 Зря б это спросил. Так что спрашивайте, что вас будет интересовать. А то я расскажу, ответим. Что за конфликт? Заинтригию? До стриги? Оно нет. Театр слушает, конечно, организм такой, что там надо уметь. А тут, кстати, ректор, очень хорошенько. Да, то есть он как-то понимает, он входит в положение, может, он как-то воспринимает какой-то как-то рейдинг, театр. Ой, спасибо большое. Ну, хотя он самого не сказал. Я не одну и будет никогда не смотреть. С тобой даже не знаю, что ты там делаешь. Ну, просто, ну, и тут надо иметь, что-то на спусках. Ну, у кого есть хвать, у человека, у кого у кого есть хвать, он, наверное, себя ведет проще, чем у того, у кого ее нет, он проще. И у него вот это не реализовано, все он начинает показывать. Мне, конечно, приватно, я, честно говоря, даже работаю в театре не для того, что там закладка, потому что у меня сейчас много съемок, и я каждые съемки беру за свой счет. То есть если у меня 10 дней нет театры, там, раз в 4, раз в 4 лет, ну, чуть больше половины закладка, где-то сочинение. То есть это была моя партнерская техника. То есть я работаю не ради уже что-то. Ну, там же, конечно, не может быть человеком. Сколько динарных театр вообще? 5-9. Ну, ты же старист. Да, ну, конечно, у нас почти все могут друг друга менять. Ну, бывает такое, что какая-то партнер, там, ты один. Я говорю, ну, так нельзя, потому что ты идешь, тебе просто кирпич на углу, полиция, и тебе надо, что тебя менять. А мне вот тоже были скандалы, когда мне надо было уезжать. И мне говорят, ой, ты один, мы тебя не отпускаем. Я говорю, я за месяц вперед. То есть да, ты должен обеспечить, что спектакль должен состояться. Это не моя проблема, что я уезжаю. У нас в Харькове было такое, что 9 АИ было, и 100 АИ. И петь пришло, петь некому. Станову сломала, беременна-то, родила, то еще что-то. То и мама заболела, да. Вот и все. И спектакля пили. 9 человек было на партнерах. А тут 1-2. Конечно, это не так. Больше слава зрителям? Ну, я думаю, что да, если... Смотря как... А тут только на самом городе. Нет, нет. Люди ходят. У нас, в принципе, есть хорошие спектакли. Не все, конечно. Бывает, что на оперу как-то какую-то не очень известно. Как будто хорошо. Если, допустим, часто театр ставит оперу, то, естественно, зрители однишки, а многие не туристические будут. То есть зрители, которые живут, они посмотрели вот... Не так много поклонников, да, театра. Так, чтобы каждый раз набирать полный театр. То есть ты как и не шел, вот поставили, собрали зал. Потом, если начинают через 2 недели, его каждый раз показывают, вот уже меньше-меньше-меньше. Вот надо чередовать их. А так люди будут. Вот хорошо все ярмарки ходят очень хорошо. Каждый раз хорошо идут. Аиды хорошо идут. Труба души. Потом... Идем в голове. Кормит аккуратно. Идем в голове. Идем? Идем в голове. Я приезжаю, но у меня он чужой, он красивый город, я нормально отношусь ко всем людям, которые живут, просто как-то чужой. Почему так? Не потому что я, например, в России, в Украине что-то скажешь хорошее, кто-то болезненно реагирует, что я у вас приехал, я просто здесь жив, не потому что я там не люблю, когда я приехал на Север, я приехал, потому что я тут жив, у меня есть воспоминания, и мне приятно на себя просто походить, посмотреть, воспоминания. Вот не так делать, я просто не знаю, что меня шлют, поэтому делать ремонт я хочу делать хорошо, я не буду делать обыдно, а бой, но и тщел и оклеи. То есть это мой уже сделанный ремонт там, где-то смывал, где-то мне на тот пол приват, что там не крашивает, не крашивает. Там не надо про ремонт. Нет, просто я расскажу, почему так. Вдруг, вот я не знаю, телевидение не может длиться бесконечно. То есть ты не можешь там, ты надоедаешь. То есть телевидение надо кому-то менять, ты не можешь быть там. Бывает такое нурение. А поделись планами СПП? Ну, планов там много, они хотят разные рубрики. Там, в частности, марафон по худению, где-то участвуют. Потом они хотят набирать там группу, которая будет помогать худеть другим. Уже мы, которые там прошли, мы будем другим помогать худеть. Потом разные выезды есть. Вот в Закарпатье еще будет поездка. Там вроде во Францию планируется поездка. То есть много всего. Но я не знаю, что у меня дает. Я, может быть, вообще уеду туда. А вот я вот это заполнил, говорит, укрепка. Я не думал, даже... Нет, розыгрыш еще, по-моему, в мае. Да, май месяц. Я последний день, когда добавлял вот это, там, приемный день. Ну, последний день. Я последний день отправил эти санки. Ну, так чисто проверили. А вот теперь думаю, если вот выеду, вдруг я туда поеду, вдруг понравится. А вдруг вот что-то где-то устроишься работать. То есть может быть все, что будет. Ну, я не с той целью, что прям вот я собираюсь приехать куда-то, не трачу еду. Просто у мамы там состояние здоровья. Вдруг она нас на операцию, как бы, согласится. То тоже надо на это делать. Тоже, если не к себе брать квартиру. Потому что это все равно одна комнатная квартира. И дураку понятно, что понятно, что это мама, что никто ее не будет. Она будет жить. Она будет жить не в одна комнатной квартире. Но если есть возможность, то мы можем просто разом купить эту квартиру. То есть на это все надо делать. Я сейчас буду делать ремонт. Она живет не в своей квартире. Она живет, ну, документально это ее квартира. Яков. Ну как, не якобы, это ее квартира. Документально. Потому что, когда умерла ее сестра, сын, вот этот Клинатьев, ее меня расширяется с мамой. Она убил. И он боялся, что там за алименты его началось, она его тягает, что-то берет, чтобы квартиру не было финансировано с мамой. И он отказался от наследства своей мамой, вольду с сестры. То есть поеду. Мама получила наследство. Потом он говорит, а вторую половину я вам сделаю даршину. И он сделал даршину на вторую половину. По сути это его квартира, его мать. Понятно, что если там мало, не станет, когда-то, да, это все понятно. Непонятно, да, это все понятно. Никто его туда выгонять не собирается. Это его квартира. Я понимаю, что если я против на чужой не ходит, то его сын там меня... Это мой брат. Да, это мой брат. Мама его закодировала раз на пятницу. Друзья, где мне стучи? Да. Так, сейчас ты пить и целый, да? 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 Сейчас буду кушать. Чайник. Чайник. Вот так вот. Сюда ветеринарное прокачиваю, что это было не маленькое. Там вот такая кагацька, там, может, что-то состилка, какая безопасность, чтоб не царапали там. С домашнего. Вот меня разберли. Томас берет. Томас берет. Ну, это хорошо так раздвожу. Ну, короче... Я тоже сижу на час за кролика раздвожу. Я говорю... У меня был кролик. Я говорю, вот, проявитовала, по-моему, девочка. И вот мы начали все смеяться. И зал, и ведущая, и вот это ветеринар, и не могли успокоиться. В конце вот это... Я сижу, вот так вот... Она даже захочет. Они смогут показать нам общий план, чтоб все сидит там. Ведущая говорит. Ведущая только... Спасибо тебе большое. Поворачивайся до ветеринара. Она говорит... Она такая... Такая клышка. Такая... Она такая... Не будет остановиться. Только она, я начинаю смеяться. Да. Вы говорите, да? Что мы так сидели, да? Я про кролика сказал, что меня зараза, парализовала. А он так... Все начинал. Да. Я эксперт. Как познакомиться с мужчиной. Да. Вот эти... Есть разные там, конечно, рубрики. Есть, которые там... Допустим, невозможно снимать со зрителей. С утра, наверное, в 10 или в 8, или в деревню, или что-то пораньше, потому что вечером отдают караулу. Нет, нет, нет. А? А здесь мы все делаем? Дайте сюда, сюда. Придайте сюда. Кидайте сюда. Так, поставьте сюда. Делайте что-то хорошее. Рассказывайте. Все ой, ты прикольный, прикольный, прикольный. Только там шах не туда, все. Ну, народ, так вот. Ну, что, у нас в ваших гостях вознести или врачи. Вот так вот. А нам, пожалуйста, мне как-то казалось другого плача. Мы тогда и белого плача. Десять или десять. И белого плача. Это селка была, да. Мы увидели вверх. Да. Да. Если расскажете о том, что там была селка, она называется, типа, тань на фабракции, сидеть, потому что здесь он добрался. Это уже это, да. Да, да. Санвел, вы обязательно издавайте привлента от нас всех вашей маме. Спасибо. Да, 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 да. Да, да, да. Санвел, а ты же встречался в двух метрах, да, со зрителями? Один раз была встреча, это... Отличаются ощущения люди здесь и там? Нет, я скажу ещё раз. Там как-то встреча была. Ну, я у детей пришёл в двух метрах. Ставших. Как-то я пришёл... Мне кажется, там более... Более скромно. Более как-то мы так сидели. Какой пазм идут, как-то... Как-то... Мы со школа со столом сидели. Здесь у нас не было. Тут, ну, тут я пришёл в двух метрах. Позже. Ну, только в двух метрах. Ну, я просто в двух метрах. Ну, как-то в двух метрах. Ну, сейчас селимся. Просто тогда было... Кода была неспокойся. Тут пришёл другий ребенок. Там, 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 Таша, который там в революции как право говорил. Он был женой, чтобы вы были ребенком. Тоже, как бы, ну, раз и были дети. У нас в другой, у нас, как детей, в принципе, все как было, все нормально. Ну, понятно, когда реконах, когда наиболее видны колярки рядом, то выйти даже не знаю, что не ясно. Да, но они все работают. Да, они работают, причем они, на самом деле, много работают там, больше, много работают в Англии, но в основном работают в Москве. То есть они, на самом деле, расскажут, что у нас в Москве. Они строительство, природа потрясающая, вода, воздух. Может, такие горы выходишь, когда с утра идут. Ну, что скажу, оно надоедает. Вот я просто, когда выручу, я с людьми привыкаю, я там, не знаю, плачу. В шампе, так честно, я не общаюсь. Ты тоже меня послал, я пригласил, ну, как-то там. Я понимаю, что, я тоже люблю, у меня такого нет, потому что, я не стеснительный, в этом смысле, здесь некомфортно в компании, допустим, где танцы с бревом. Да, что ты не стыдно, тобой живу. Понятно, что ты дурачишься. Я смотрел бревом, там спал, где-то в Оксане участвую, сейчас написано. То есть, дурачишься, понятно, Оксана бы не началась глядеть. Я не глядю, так пора на коньяках. Здесь, наверное, дальше идя. По поводу танцев, не комплексуй, нам понравилось, если ты в серии. Шампиков, конечно, больше дурачишься. Я люблю дурачихся, да, и мне нравится. Кто-то воспринимает, у каждого по-своему. Каждый раз. Смотрит у нас, он дурак. Я интересую папу. Улья Пескун, который ты открыл, у нас, вы понимаете, что там? Оля Пескун. Оля Пескун. И из Кельсинки, она. Из Данни. Да, не из Данни. Улья Пескун, она Соколайская с нами зовут Данни. Она что-то мы из Кельсинки только так общает. Да, да. Я знаю, она не в Данни, она что-то в Кельсинки. Переехала Данни, она была в Данни. Да, 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 она в Данни. Кто знает, у этого уля Пескун? Данни? Да, Данни. Но капал, что мы слышим? Обещаешь, что я видел? Нет, нет, обещаю. Ну, неужели. Я даже старалась, чтобы он у вас рёст. Знаете, что это месяца три назад, там что-то планировали ещё раз, там записать, не, как-то... А, не, как-то, 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 она, там, где-то, как-то, что-то. Это же, что, в Атефинка. А, мне не получается перескоп делать? Мы чуть не работаем не какой-то. Ну, зарядки много съедает, конечно. надо яркость добавлять я вот знаешь, что я обиделась на тебя ну серьезно ну это умеятельно у них-то нормально это же не того, чтобы постоянно зрителей сядать кто-то уходит но если как хотел, наверное, зрителей то, что ж надо идти знаете, положил за кадр и там что-то сделал меняется, все равно меняется, да я бывает не понимаю у тебя бывает не понимаю это мое видео мне кажется, ой, сядет друзья, ну что, все я вышел из кафе народ еще и сидит народ сидит, да, вот мы идем вдвоем, мы все убежали как позвать? Лида, Лидия Егоровна круто вот, с Лидой мы идем в метро, в сторону метро все очень было круто здорово, весело попили вкусный чай вы пили чай? не, мне не досталось а то сама обслуживаю там нужно было подойти ну ладно, ничего страшного у меня еще кашель я лечу сейчас свои бронхи зима была такая серьезная для меня ну конечно, с головой головой ходить нет, сейчас просто тепло а так я с шапкой вот так что, друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте вот всем пока-пока увидимся в следующем ролике пока 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 пока